Амбициозные планы Автограда стать самым крупным автомобильным предприятием города Магнитогорска имеют место быть и уже имеют результат. Иначе бы конкуренты не задумывались о том, что оказывается можно масло Кастрол, синтетику, залить по цене и дешевле шелла в том числе. Как это делается? Да делается это легко. Потому что, ну, согласитесь, кто еще может сконкурировать с Автоградом? Челябинские подославные хлопцы, типа автосалонов, продающих корейские и японские автомобили. Да и вообще фиолетовую-то магнитку. Мелкие предприниматели, которые не всегда честно поступают и с теми, кто их, ну, скажем так, благотворит. Ладно, сегодня я вам расскажу еще об одном. Оказывается, владельцы машин с коробкой автомат не должны переплачивать деньги. Потому что, ну, во-первых, сложного ничего в коробке автомат нет. Один вал и пакетники, на которые поочередно подается масло. И вот так машина разгоняется. В принципе, так же она может и тормозиться, но это уже другая история. Ну, а с учетом того, что 90% в американских автомобилях все-таки на автомате, и столько же японских, ну, сами подумайте, что убирают, и не только девушки. А теперь все будет еще проще. Сколько вам говорили, необходимо времени затратить на замену масла в автомате? И сколько масла, а? Два номинала, поддон снимать, фильтр и прокладку покупать. Типа в гидротрансформаторе масло остается всегда, ну, остается 0,2 литра старого от силы. Это на мощь не влияет. Кстати, литр АТФ-ки стоит дешевле синтетики. А учитывая соотношение межинтервального пробега и количество масла, то то на то и приходит. Полный бред – это то, что необходимо использовать только оригинал. Фактически нельзя только в жидкость четвертого поколения лить третье, а наоборот-то запросто. Как отличить? Да просто цифра 3 или 4 присутствует в любой маркировке и на щупе коробки. Раньше платили десятки тысяч? В автограде меньше тысячи, и это только работа. Плюс 200-250 рублей в среднем за литр АТФ и 12 Оны, и это максимум 4 тысячи. За все это время, что я вам рассказывал честную типа схему вытаскивания из вашего кармана Дельты в 200-300 долларов, уже в разрыв радиатора установили обводной контур, по которому старое масло удаляется, а новое заливается. Установка запитывается от бортовой сети вашего автомобиля, и новое масло в четком соотношении к сливаемому старому со скоростью примерно 2 литра в минуту меняется. Простая калькуляция говорит о том, что вы будете дольше на ряд заказа оформлять, чем вам поменяют масло в автомате, в автограде. Так что это совсем не сложно, а элементарно. Правда, если есть должное оборудование. В общем, купил автомат, дорога в автоград. Почему люди боялись автомата, да? Казалось бы, очень удобно, воткнул скорость и поехал, ни о чем думать не надо. Но все же подумали, а когда поменять масло, сколько денег будет стоить? Потому что существовал старый дедовский способ. Берет, бралось масло в двух номиналах. То есть надо было 12 литров, брали 24. Первая заливка, потому что с гидротрансформатора не вылезешь. И вторая заливка. Денег уходило немерено. Здесь как? Здесь масло меняется, в принципе, один к одному. Сколько с вашего автомобиля, с вашей коробки выйдет масло, столько и зальется. Аппарат автоматически определит этот объем масла и поменяет. После чего лишних растрат не будет. Просто аппарат, например, было 8 литров в коробке. Он поменяет на 8 и остановится. И больше вам ничего не надо будет. При этом прокачаются все автоматические передачи. То есть никакого долива, ничего не нужно будет. Это реальная экономия денег получается? Реальная экономия денег и сил. И как бы не остается такой вероятности, что у вас какой-то сбой произойдет. После замены масла вот этим аппаратом. Потому что все передачи, все будет прокачано. С помощью системы клапанов все регулируют. Все автомат сам делает. И еще один дивный след в заключении от Автограда. И ведь только здесь стоит установка по закачке шин вашего автомобиля азотом. Чистым. 99%. И там еще 3 девяточки есть. Азот. Газ, которым мы дышим, которого в воздухе, извините, 70 или 80% в зависимости от того, где вы живете. Естественно, в этом газу нету водяных паров. Естественно, здесь все абсолютно сухо. А вот теперь, вспомните, вы приехали из-за границы, оставили машину на стоянке и колесо спустило. Почему оно спустило? Да потому что частички воды, они кристаллизовались на золотничке и потихонечку стравливают. А у вас нету насоса. Ну, неприятно. Особенно, когда на улице минус 35. Скоро такое и будет. Поэтому вот он агрегат, которым вы можете пользоваться. Продолжение следует.